Друзья, дамы и господа, всем еще раз доброго утра мы желаем. И у нас прям с раннего утра гости имеются. Спортсмены, я думаю, можно так сказать, шахматистки, сборные Кыргызстана, которые приехали с победой. С международного турнира. И это Монолива Шаадат и Зарина Усабекова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Рассказывайте, где проходил турнир и сколько стран принимал участие? Он проходил в Батуми, в Грузии. Принимали участие около больше 185 команд. Это среди мужчин, а среди женщин участвовали более 150 команд. Сколько человек в нашей сборной? В сборной среди мужчин 5, 4 основных, 1 запасной игрок. И среди женщин точно так же. 4 основных и 1 запасная. Я так понимаю, вы нам привезли победу? Да. Поздравляю вас, девочки. Это огромное просто достижение. Хотелось бы продемонстрировать немножечко в ходе беседы ваше умение. Возможно это? Думаю, да. Ваше за белых? За белых? Да. Так, вы будете играть друг с другом. Да. Потому что мы с тобой Ростислав не умеем. Хорошо. Так вот, хотелось бы уточнить. Сколько дней проходил турнир и каким образом вообще это все происходило? То есть были какие-то очные встречи и вы проходили дальше по турнирной таблице, так сказать. У нас в шахматах играют до конца 11 туров. Мы играли все 11 туров. То есть у вас было 11 встреч с представителями разных стран? Да. И с кем вы встречались в финале? У нас в финале последняя партия у нас была с Чили, да? С Чили играли. Первую партию мы играли с Арменией. И концовку финала мы встретились с Чили. С кем играть было сложнее? Кто оказался проворнее? Я думаю, каждая партия была сложной. Поэтому там игроки все сильные, как можно сказать. Возможно, есть возрастное ограничение или нет? Это Всемирная Олимпиада, в этом нет никакого ограничения. Играют самые старшие даже. Там были, по-моему, мне кажется, самые маленькие были девочки лет 10, что ли, дальше. Это да, молодцы. Ну и расскажите, что вообще нужно, какие, может быть, умения, сколько нужно заниматься шахматами, чтобы попасть в сборную страны? Это зависит от тебя. То есть ты можешь заниматься очень упорно, усердно. Но также есть дети, которые занимаются прямо с детства, но их заставляют родители. Это, наверное, главное. Любовь к шахматам, ну и твое самое себя. Ты должна сама уметь дома готовиться, слушать своего тренера. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашим тренерам, спонсорам, которые нас отправили туда. Все-таки это тоже был большой труд, чтобы записаться хотя бы на эти соревнования. Ну и готовились мы, конечно, усердно. Говоря о любви к шахматам, со скольки лет занимаетесь, девочки? Ну, я занимаюсь с 11. Это еще и благодаря моему первому учителю, наставнику. Хотелось бы сказать ему большое спасибо за это. Это был огромный его труд, и его большое значение сыграло моей жизни тоже. А шахматы, умение вообще играть в шахматы влияет как-нибудь на вашу повседневную жизнь? Я думаю, наверняка есть какие-то комбинации, которые помогают вам выйти из воды сухими. Да, есть мнение, что шахматы развивают интеллект, и впоследствии вам может быть легче принимать решения какие-то определенные. Думаю, да, очень даже, потому что вся вот эта стратегия шахмата, где мы применяем в ходе игры, вот это все помогает в жизни. И непосредственно. А я так понимаю, вы тут в ступор встали, да? Нет. Или нет? Нет. Хорошо, ну и продолжим говорить в турнире. Сколько человек из нашей именно сборной принимало участие, или только вы вдвоем? Нет, у нас точно так же, как и в других командах, четыре основных игрока, один запасной игрок. Это у нас на первой доске Самогану Александрову, Мурбекова Диана, Бигмай Зайрбек Козы, я и Зарин. Сколько лет, примерно, нашим девочкам и мужчинам? С Самогановой где-то... Ну, от скольки до скольки примерно. С 18 лет до где-то по 30, кажется. А есть у нас маленькие гении? Возможно, вы встречали начинающих стартаперов? У нас сейчас в стране идет шахматный гум, можно сказать, поэтому дети сейчас играют с 3-4 лет. Есть дети маленькие, 6-летние, 5-летние ребята, которые уже участвуют в международных турнирах. Есть уже даже победители азиатских игр. Это недавно на чемпионате Азии среди школьников мальчик 7-летний Алабаков Наиль тоже занял первое место. Это у нас тоже, получается, самый такой большой турнир. Таких детей сейчас очень много у нас в Кыргызстане. Совсем уже маленькие дети, которые уже выиграют азиатский чемпионат. Что, несомненно, радует, хотелось бы сказать. А что касается вас, во сколько лет вы попали в сборную Кыргызстана по шахматам? Именно вот эту, на Всемирную Олимпиаду. Это у меня первая Олимпиада, попала мне в этом году. А занимаюсь я тоже с детства, с третьего класса. Вот скажите, меня очень интересует такой вопрос. Есть ли прям с рождения предрасположенность таланта к шахматам? Или это все-таки развивается, и любой человек при большом желании может стать великим шахматистом? Ну, это говорится же, один процент таланта, все остальное труд. Поэтому, мне кажется, все-таки талант, наверное, и должен быть. Но больше труда, мне кажется, можно достичь. Хорошо. Какой период времени, какой промежуток времени с самого начала? Трудно заниматься этим делом. Возможно, есть какой-то период, через который нужно себя побороть, и так дальше уже пройдет все как по маслу. Вы хотели прям уйти из шахмат и думали, что это прям не ваше. Ну, бывает такое время, когда ты много-много играешь и устаешь, постепенно устаешь, начинают надоедать шахматы. Но нужно побороть себя, что ли. Все-таки командный дух, кто-то друг за друга тянется. То есть, кто-то идет вперед, а мы их догоняем. Всегда есть рычаг. Это круто. Это круто, ребят. Девочки, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за утро, за то, что вы пришли, продемонстрировали нам свои умения. Я так понимаю, победила дружба. Поэтому спасибо вам большое, успехов вам, спасибо за победу. Ну, и спасибо, что вы прославляете нашу страну за рубежом на международных турнирах. Ну, и я вновь представлюсь, с вашего позволения. У нас в гостях были наши прославленные, уже можно сказать, шахматистки, Моналиева Шаадат и Зарина Усубекова. Ну, а вы, друзья, продолжайте быть здесь, мы скоро вернемся. Продолжение следует...